Представляя законопроект, министр индустрии и новых технологий Асета Секешев отметил, что в последние четыре года действующий в стране парк инновационных технологий стал активно развиваться. Сейчас здесь зарегистрированы и работают 152 компании. Планируется реализация проектов на общую сумму 46 миллиардов тенге. Создано больше тысячи высококвалифицированных рабочих мест. С 2010 года эти компании, несмотря на льготы, уже дали в казну налогов больше 3 миллиардов тенге. Первый этап развития парка уже завершился. Как отметила Асета Секешев, все площади заполнены на 100%. И их уже не хватает. Сейчас приступили к строительству второго этапа парка. И уже крупные многие компании, как казахстанские, так и иностранные, уже начали реализовывать свои проекты. Крупные вузы, научные институты и промышленные компании. Поэтому сегодня, рассматривая законопроект, имеет большую значимость для реализации следующего этапа развития ПИД. При разработке парка был изучен опыт международных инновационных кластеров США, Франции, Южной Кореи, России и Белоруссии. В рамках проекта закона за участниками ССПИД, как отметила Секешев, сохраняются налоговые и таможенные преференции. Ряду с этим планируется введение нового механизма финансирования в виде накопления 1% дохода компаний-недропользователей. Вносимые нормы, отметил министр индустрии, необходимы для дальнейшего развития кластера. Для работы на территории парка планируется привлекать иностранцев, которые имеют опыт развития инновационного кластера. Как отметила Сятоси Кешев, у нас таких специалистов не хватает. Для этого законопроектом устанавливается упрощенная процедура привлечения иностранной рабочей силы. Депутатов, правда, этот вопрос озаботил. Вообще, какие будут критерии для отбора этих лиц, для допуска в эти технопарки? Это первый вопрос. Потом, второй вопрос. Статья 12. Особенности привлечения иностранной рабочей силы на территории ПИД. И единственным критерием для привлечения специалистов является наличие высшего образования. Этого ли достаточно для того, чтобы привлекать иностранных специалистов? Я не думаю, что там будут брать каких-то специалистов в высшем образовании. Там будут подбираться специалисты с очень высокого уровня, которые способны помочь нам в развитии этого кластера. Это не будет массовый поток каких-то рабочих, это не будет какая-то лазейка, это будет действительно упрощение процедур для таких специалистов. Ранее в своем послании народу Казахстана глава государства Нарусултан Назарбаев отметил, что необходимо активизировать работу технопарков, особенно в крупных городских агломерациях, прежде всего в Астане и Алматы. Эльвира Маженова, Ара Избаев, Боржон Кажаканов, телеканал Алматы, Астана.